220 семьи найдены и, ну, наверное, 50 семьи бывали здесь на Кладбище. Эти моменты, конечно, очень трогательные. Через 75 лет вдруг человек, который был пропавший, близкий человек, он здесь лежит и вдруг можно с ним или даже познакомиться, потому что дети, они их отец даже не знали часто и мощно, конечно, сразу и, ну, как сказать, это и последняя встреча обычно, потому что они здесь один раз бывают и поэтому очень много эмоций, очень трогательно и очень важно, я так понимаю, для них, что наконец-то эта трагедия закончится, наконец-то они знают, что случилось, знают, где он и куда он попал и этот конец, это очень важно для них и для меня это, наверное, самый главный цел моей поисковой работы. Я родился в Амрскорте, вот, ближайший город, и жил как, ну, как ребенок в Лёстене. Когда я был студент, я участвовал в обмене программы, и я попал в Москву и влюбился, и поэтому у меня был энтузиазм, и когда мои коллеги на редакции газеты услышали, что я был в России, и, ну, у меня там энтузиазм появился, они сказали, что есть в нашем городе кладбище советских войн, и я был в шоке, как это может быть, как может быть, во-первых, что есть такое кладбище у нас, ну, особенно, как может быть, что я это не знаю, ну, это же не маленькое место, это не простое место, почему никто мне это не сказал, почему никто это не знает, мои друзья это не знали, я это не знал, и я понял, что это совсем забытое место, и что никто не знает, кто эти солдаты. И я сразу чувствовал, что это неправильно, так не должно быть, и их родственники должны знать, что их отец лежит здесь, и поэтому я начал искать, искать информацию сначала, начал попробовать узнать их идентичность, а потом я начал искать родственников, и это, я не ожидал, конечно, что, когда я первый раз здесь попал, сюда попал, что я 23 года буду заниматься поиском мертвых людей, но, в конце концов, они уже не мертвые, они стали живые, потому что сейчас мы знаем, кто они, у них есть история, у них есть семья, у них есть фотография, мы сейчас знаем, кто они живые люди, и родственники особенно, до сих пор живые люди, я это не делал для них, я делал это для родственников, которые ждут до сих пор, и это больно, и это неправильно. Как они сюда попали, здесь недалеко отсюда был лагер, лагер Амурсфорд, и туда попали 101 советских воин, которые немцы сюда отправили, чтобы нам, голландцы, показать, какие нижние люди, унтерменшин, этой азиаты, которые из Советского Союза, немцы верили, что мы еще выбираем их сторону, и что голландцы готовы воевать с ними, но эта пропаганда не очень удачна была. К сожалению, эти 101 здесь все умырли, 24 умырли в лагере, и 77 расстреляли немцев 9 апреля 1942 года. И поэтому вот эта большая трагедия, это начало этого кладбища, и после войны строили вот это советское поле славы, и сюда перезагранили и другие солдаты, которые лежали где-то в Нидерландах. И большинство жертвы в войне здесь военные плены, всего здесь 875 жертвы в войне, но почти 800 их военные плены. Эти другие солдаты, они умерли в разных местах в Германии, даже далеко отсюда, даже в Лайпсихе, например, в Хала, но много их умырли в Рургабите, и американцы их привезли в больницу, потому что они заболели, и, к сожалению, они умырли, и американцы решили их не захоронить на территории врага, они привезли их в Нидерланды, и так они, в конце концов, попали сюда, на советское поле славы. Не, потому что я тоже учусь в Союзе, так что я думаю, что это очень интересное место, да? Да, я могу себе представить, да. Я не могу сказать, но если вы софиет-эрефельд.нл, я, Ремко, то мне тоже, да. Вот это кладбище, территория Нидерландов, могили, официальная могили Нидерландов, Министерство обороны, значит, голландцы строили это кладбище для Советского Союза, и сказали, когда открыли это кладбище в 1948 году, что навсегда это наш долг делать уход этого кладбища. Сначала здесь поставили просто камень и номер, и ни фамилия, ни имя, ничего. А в 1962 году по инициативу посольства Советского Союза здесь поставили камни, и там была фамилия, имя. Но очень много ошибок, потому что никто не знал, кто они. И нет отчества, и нет даты. Все могили, которые сейчас видно, это новые, совсем новые. Вот эти могили делали год назад, вот эти два года назад, а последний, который видно там, мы делаем в этом году. Значит, в этом году реновация будет совсем готова. 18 ноября заново открываем официально кладбище. Здесь видно новый камень, фамилия, имя, отчество без ошибок, и дата рождения, точная дата рождения, и дата смерти. И здесь лежит Петр Бельянский, он из Ростовской области, Неклиновский район. И родственники найдены, были здесь на кладбище. А там, в старой могиле, там написано просто фамилия и имя, и очень часто ошибки. Он, если я не ошибаюсь, умрт в Люденчаде, город в Германии. И, конечно, он сначала попал в плен. У него была семья в Синьявской, деревне в Неклиновском районе Ростовской области. Когда я их нашел, все дети были еще в живых. Дочери на детство и Нина, и сын Павел, если я не ошибаюсь. Это были очень приятные моменты, когда мы были вместе, потому что они чувствовали, как патриали отец, но нашли новый сын, когда я там бывал. И это было очень трогательно и больно, но и красиво, и приятно. И я очень рад, что Ростовина Кипальянского, Петра, сейчас узнали, что он здесь на мы, и мы его не забываем. Продолжение следует... Ну да. Это очень красивый блекфой, да? Да, это очень красиво. Да, это очень красиво. Да, я думаю, что мы сейчас будем дальше. Да, красиво. Я наделал что-то в комментариях, я думаю, что я не видел. Я не видел, думаю. Не знаю, это не очень. В этот день я видел. Немного пространства У нас есть большее Для Дидсих людей Это очень сложно Задавление на стуне Потому что Мы называем это Абекадабра Это не для нас Но когда вы сюда приходите Я могу пространство Алексей Это не так сложно Но некоторые названия Это для нас не пространство Когда я Один из земли И там был датом На датах Я не знал Но когда Комплее информация На датах На датах На датах На датах На датах На датах Мы Мы Респект Для них Потому что Я всегда сказал Я был солдат Но В прошлом Я был в Либанон И я сказал Я хотел Адапт Я забыл Что Без Софьевских солдат Я думал Но Я думал Но Время Не Не Время Время Не Недланды Значит Информация О солдатах Идентичность Узнать Искать Родственников Организовать Мероприятия Фотографии На могилах Программа Могиля Потаперка Люди Которые Сейчас У них Есть Свой солдат Они Не забывают Его Все Эти забытия Это мы Сначала Я Один Как Исследователь Сейчас У нас 30 волонтеров Которые Постоянно Помогают И Есть Больше 700 Людей Которые Нас Поддерживают Это Финансовая Помощь Но Это Помогать Когда Поставим Цветы На могилах Свечки И Другие Мероприятия Поэтому У нас Есть База Фундамент И Люди Хотят Знать Что Есть Такое Место И Есть Солдаты Которые Лежат Они Не Забывают Это Самое Главное Если Люди Хотят Больше Знать Лучше Нам Писать Потому Что У нас Есть Своя База Данных И Мы Конечно Знаем Контекст Мы Понимаем История Не Просто Дания Мы Можем Ищем До сих пор Семьер Конечно Список Есть На нашем Сайте У нас Есть Очень Главный Цел Большая Амбиция Но До сих пор Люди Всегда Сказали Это Невозможно Ничего Не Осталось Но Все Было Успешно Родженики Найдены Идентичных Солдат Мы Узнали Но Сейчас Еще Один Большой План Это Строить Центр Подсветителей Очень Надеемся Что Там Можем Рассказать Историю Постоянно На этом месте И Мы Работаем Сейчас Чтобы Организовать Этот План У 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 Продолжение следует...